Для младшеклассников этой осенью откроют новую школу на улице Коленина. Строительство одноэтажного модульного здания на 9 учебных классов накануне проинспектировало управление образования, родители школьников и депутаты. Новое учебное заведение должно частично решить проблему с нехваткой школ в железнодорожном районе. Сейчас многим ученикам приходится добираться на учебу на автобусе или пешком через железнодорожные пути. Все из-за того, что 86-ю школу еще в прошлом году признали аварийной и закрыли на ремонт. А детей перераспределили в другие учебные заведения. Школу закрыли и вот нахождение решения, оно заключается в том помещении, где мы находимся, как временное. Мы в этом году сюда около 300 ребятишек придет больше, даже более 300 учиться с 1 по 4 класс. Это часть решения вопроса. За это время мы должны сделать ПСД, проектно-сметную документацию и к 2023 году восстановить старый корпус. Один из корпусов, один невозможно. Восстановить его будем сносить. Виктор Зубарев добавил, что проблема аварийной школы охватывает весь регион. И сейчас, как депутат Госдумы, он работает над тем, чтобы краевые учебные заведения попали в федеральную программу капитального ремонта на следующий год. Но, как признают участники комиссии, раз и навсегда решит школьный вопрос. На инспектируемом участке сможет только строительство новой школы. Возводить объект на 1100 мест планируют в начале улицы Калинина. Сейчас есть уже понимание, где оно должно строиться. Есть проект, который будет привязан по месту. Есть сложность с земельным участком, с расселением аварийных домов. Это вопрос, который должно решить Министерство строительства Красноярского края оперативно расселить эти дома. Ну и, конечно, затем и город, и край, и Министерство финансов, и Департамент финансов должны изыскать денежные средства уже для строительства той новой школы. Потому что мало того, что есть проект и земельный участок, нужны еще деньги, а это более миллиарда рублей.